Восвятая служба информации телерадою компании Гомель, у студии Натальи Гнатенко, глядите у гэтым выпуском. Сегодня у Гомеля подвели попередние выники научных агодов. Сегодня ж православные верники отзначили день канонизации Иоанна Кармянского. Прочистостью означали у митрополит Минский Заславский, патриаршек Зархусия Беларуси Павел. На территории в области завершилась республиканская информационно-адукационная акция «Беларусь. Супрать стытуню». И больше подробно об этом не только. Сергея Порошина. Ведая Олег Синтероу. Максим, это не самый главный, а летом не меньше вельми показальный выник научного года. Когда летать золотые и серебряные медали отремали 385 выпускников, то сегодня их колькость может повечиться около 100 человек. А прачатого у актеве этого года перебоги и прозовое место на республиканских и международных споборницах практически по всех основных дисциплинах. Особливые популярности у подлетков корыстается в учебных гимназиях. Правда, на гомичных не вельми шмат. Меньше 6% от огольной колькости установки средней эдукации. Причем, чтобы стать гимназистом, иначе раз необходимо вытравить конкурс не меньше, чем у некоторой высшейся научной установки. А прежде официальных показчиков эффективности работы гимназии, нахват удела в Олимпиадах и выникал централизованного тестирования, есть и неэффициальный рейтинг популярности установки родов ученых и родов. По управлению эдукации погоджаются. Узровень некоторых гимназий не вельми высокий и не выключено, что они снова станут обычными школами. Разом с тем, профильные классы и выучение предметов на поглубленном узровне – это махчимость отримания в будущем самых престижных специальностей. Я планирую поступить в Белорусский государственный университет на факультет международных отношений. В перспективе у меня работа консулом в посольстве и в дипломе. У меня будет прописано, что я специалист по международным отношениям. За выниками поступления у своих выпускников у школы будут уважливаться очить, а я зараз основная увага к проведению экзаменов и набору первых классов. Отповедные заявы можно будет подавать с 2-го червяня до 28-го жнивня у Ключна. При этом у областного управления эдукации звертают увагу – ничего нового тут нема. От батьков потребуется только непосредная заява, медицинская доведка на первоклассника и посвечения об его народжении. То, что нам задают вопросы, а нужно принести объективную характеристику с детского садика, или нужно социально какой-то педагогический паспорт, а может быть еще – ничего этого не надо. Головная задача установки эдукации на летний период – беспекать детей, форму активных отпочин кушмат, головная выключить прояву фактов беспечных поводин и бесконтрольности сбоку самих дорослых. И отчекается удел у оздоровленной компании. Сегодня-то премия – прикладнокожный пятый наученец. Хоть только летним периодом организация занятостей детей не завершится. Больше 80% школ погодилися починать занятки в новом научном году с 9-й годин ранецы. Хоть это не значит, что до этого дверы будут зачинены. При наявности групп подолженного дня дети могут находиться в установках с 8 до 18-й годин. До початку занятку им пропонуют лишь факультативы и физкульт-хвилинки. Правда, там, где занятки проходят у две смены, нового ведения не плануются. К каждому учреждению образования будет индивидуальный подход. Особенно в крупных населенных пунктах, городах и концентрация населения, как я уже сказал, центральный район города Гомеля. Там, где две смены и более. Там, конечно, и даже физически это будет невозможно. Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадокомпания Гомель. В этот день, 19-й годов тому, отбылась канонизация одного из самых шанованных святых Гомельщины – Иоанна Кармянского. Все лета православная церковь, означая 180 годов с дня его народжения и 100 годов с дня смерти. Урочистости с этой нагоды прошли сегодня у агрогородку Карма Добрушского района. На месте паде побывали наши корреспонденты. Бусская литургия отбылась под открытым небом, каля свята Иоанна Кармянского монастыра. Ее особисто означали высокопросвященнейший Павел, митрополит Минский, Заславский, патриарший экзарх у сей Беларуси. Сюда так само пробыли делегации священства с Россией, Украиной, Польшей, а так само паломники зусю Беларуси и инших краин. Все приезжают сюда с таким добрым настроением. Все прибывают и приезжают сюда для того, чтобы стать лучше, добрее. И получив вот этот заряд божественной энергии, люди разъезжаются по домам вдохновленные, одухотворенные. Едут домой, делятся этой радостью. Что может быть еще более возвышенное, да? И вот мы сегодня будем молиться и просить, чтобы он благословил нашу землю, наш народ и всех, кто верит в Бога. Дарычу святого молитвенника Иоанна Кармянского Гомельская епархия отрымала, дякуючи намаганием епископа Гомельского и Жлобинского Стяфана. И он начал сбирать звездки о праведном Иоанне, ясно в 1990 году, когда являлся настоятелем прихода в карме. А уже праздник удалось узнать неколи страшные мощи Иоанна Кармянского. Как поклониться им и ушановать память святого, в день его канонизации в карму приехало несколько тысяч человек. Мы приехали нашим автобусом из прихода Архангела Святого Михаила из города Жодина Минской области. Этого святого в нашем храме любят и почитают. Я лично приехала первый раз. Ну, я вот приехала в надежде просто попросить благословения и помощи Божией во всех делах. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель», Дубружский район. Районный день электробеспеки для предприемства и организации прошел у Гомельским державным машинобудовничьим колледжи. Подобное мероприемство проводится у Беларуси у Першиню, и его инициатором стала РУП «Гомеля Нерга». День электробеспеки для предприемства и организации – это новая форма работы по профилактиции электротравматизма. Большинство несчастных выпадков – это следствие элементарной бесклопотности и порушение правилов поводин поблизу энергообъектов. Меж иншим, любой энергообъект заявляется зоной повышенной рызыки. Удельникам сустречи проставили выставу спецвопротки, спецзабудку, ахонного обсталявания, а так само сродка обороны для работников энергетичной голены. А кроме того, все ожидают, что могли проконсультоваться по пытаниям беспечной организации работ по электроустановках и выкористании сродков обороны. Данное мероприятие, наглядная агитация, стенды, выставки, демонстрация фильма сегодня, который пройдет, оно должно еще раз показать опасность электрического тока, научить людей понимать, как действует электрический ток, факторы влияющие. И совместными действиями мы хотим добиться того, чтобы снизить электротравматизм, и электротравматизм, будем говорить, до нуля. У таким пытания основную роль отыгрывая профилактика. Удельникам сустречи растлумашили потребования действующих норм и основные причины электротравматизма за минулый год. Головная мета – проведение растлумашальной працы сиротперсоналу по продухелению нешастных выпадков, связанных с травмированием людей техничной электричностью, на вытворчасти и у побыти. До речи, в советском районе этому пытанию надается особливая увага. Ежеквартально у нас проводятся заседания администрации, посвященные вопросам охраны труда, на которых по результатам мониторинга, по результатам вообще каких-то происшествий в республике рассматривается состояние охраны труда и в том числе электробезопасности на подведомственных предприятиях или учреждениях района. Даются соответствующие поручения, составляются планы с жестким контролем, естественно. Потому что, как вы сами понимаете, эти вопросы связаны с обеспечением безопасного труда, скажем так, и жизнедеятельности граждан нашего района. Такую практику Гомель Энерг избирается поширать по Гомельской области. Далее дни электробезпеки плануются провести у Мазыры, Речицы и Жлобени. Ганна Корольчук, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Международный молодежный форум волонтеров открылся сегодня у Гомеля. Его отделниками стали 120 лидеров волонтерских отрадов Беларуси, России, Польши, а так само информационного пункта Совета Европы в Минске. У программе мероприемства презентация достигнений волонтерского руха, тренинги на темы мотивации и технологии працы с волонтерами, мастер-классы по проектным менеджменте и развитии командного духа. Применить на практице набытые веды уделники форума смогут завтра подчас наведывания выхованцев Гомельского детячего дома, городского социально-педагогичного центра, у Луковской допоможной школы-интерната и территориального центра социального обслуговывания насельництва Чигуночного района Гомеля. Мероприемства проводятся для дальнейшего развития волонтерского руха у Беларуси, обмену в опытам и стумуливанию делу волонтеров у доброохотницкой дейности. Чтобы помочь человеку, не обязательно быть богатым и так далее, необходимо иметь самое главное желание. Волонтер – человек, который работает бескорыстно и по своей воле. И, как мы всегда говорим нашим ребятам, если у тебя случился сегодня позыв перевезти бабушку через дорогу, то ты это должен сделать и сделай добро, оно к тебе обязательно вернется. Сегодня на Гомельщине завершилась республиканская информационно-эдукационная акция «Беларусь супраць тытуню». Ее мета – повышение взрыва веда у насельництва об негативном уплыве от уживания тытуневых выработов. Чому часто информация медиков застается без уваги? И какие забороны могут быть увидены в ближайшие годы? У наступном материале. В этом году мы можем отзнашить одну невельми приемную годовину. Ровно 320 годов тому Петр первый своим указом дозволил свободный продаж тытуню. Есть еще одна подстава – задуматься об наступствах незауседы продуманных примаемых решений. Некольких годов тому пришла кампания по пропаганде электронных цигарет, як альтернативы звычайным. Теперь высветлилась яны, махчима яше больше шкодные. На того, что Беларуси нема стандарту на ваткости, які выкористовываются у таких системах курения. По великим рахунку, никто докладно не ведая, что уживают их прихильники. Позиционируется она производителями как средство никотин-заместительной терапии, что является ошибочным. Но Всемирной организации здравоохранения до сих пор не доказана безвредность данной электронной сигареты, которая еще по-другому называется электронная система доставки никотина. Медики подкресливают – у курения вельми шмат негативных наступствов. Починаючи от онкологичных захворваний у органов дыхания до развития сердечно-сосудистых патологий. По великим рахунку, аматорам тытуню на ватыш цитрусовый и перец уживать нельха. Под уздейням кадмия, які знаходяться у тытуню, корыстный витамин цепера утвараются у особлива канцерогенная речва. Правда, шмат хто на такие папереджи неуваги просто не звертая. Бодай, самая значная проблема анти-тытуньовой кампании, прихильники курения ее часто элементарно игноруют. Общаясь с несовершеннолетними их родителями, зачастую видим, что уже в 15-летнем возрасте родители дают деньги на сигарету своим чадам. Приходится объяснять, но, к сожалению, не всегда доводы доходят, можно так сказать, до родителей и несовершеннолетних. При тем, что братьба с курением часто носит формальный характер. У тех же крамах продаж тытуню подчас кампании супрыць курения завычайно обмежевывается одной годиной. Прыщим часто подчас обеденных операпынку у крамах. Правда, в ближайший час некоторые моменты придется верагодно перегледить. У ответственности с проектом декрета об державном регулировании обороты тытуньовых выработок и электронных систем курения меркуется забронить уживание тытуню у местца громадского корыстания, на припынках транспорту и навод у приватных автомобилях, калюгих знаходятся дети во взросле до 14-ти годов. С 2021 года определено, что в магазинах, киосках, павильонах, предкасовых местах не должны будут продаваться табачные изделия и электронные системы курения. И такая статистика с усветной организацией Аховыздороя, что год у свете от узденья тытуню помирая каля 6 миллионов человек. Кожные 6 секунд на планете становится на одного курца меньше. Для поравнания протяглась гэтага сюжета каля 180 секунд. Олег Сентюров, Настасья Кучинская, Игорь Марышченко. Отель радиокомпания «Гомель». У «Гомель» отбился концерт вядомага композитора мульты-инструменталиста Александра Софикса. Он был организован и в стенах детячей музыкальной школы Мастацтва у номера один имя Чайковского. Александр Софикс – виртуозный барабанщик, талиновитый саунд-дизайнер и продюсер. Он широко вядомый на российско-белорусской сцене и просторах у Сходней Европы. Александр Софикс – один из основанников жанра электроакустичной музыки в Украинах СНД. Створяющая ее на синтезаторах и вживую, он является верным продолжальником сусветных традиций гэтага музычного накерунку. И в той же час его творчество носит свои индивидуальные рисы и характер подачи композиции. Минавита Гэта робит манеру выканания неполторной и запоминальной. Выступление Александра Софикса у Гомеля проходило в форме мастер-класса и сопроводжалось живым диалогом с глядачами. Концерт был организованный на передодни Дня обороны детей. Что совсем не выпадково, бо творчество талиновитого мультиинструменталиста накерувано, как разное эстетичное развитие подрастающего поколения. Надеюсь, что это будут вообще традиционные какие-то встречи. И мы будем проводить это, скажем, ежегодно, поскольку, как говорят, все лучшее нужно детям отдавать. Вот мы и стараемся, несем все лучшее детям. В частности, показываем возможности исполнения на барабанах, на инструменте. И, так сказать, прививаем интерес, любовь к данному инструменту. На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнаценко. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфира.